Но все это выглядит просто детским лепетом по сравнению с историей, в которую неожиданно для себя, да и для всех остальных украинцев попал нафтогаз. Причем как хорошо все начиналось. Победили Газпром в Стокгольме, получили по суду несколько миллиардов долларов и уже готовились триумфально праздновать. Но вдруг случился облом. Оказалось, что у нафтогаза нет никакого запасного плана действий на тот случай, если по основному победному плану идти не получится. Впрочем, давайте обо всем по порядку. В среду все информагентства распространили сообщения, которые ждали очень давно. Нафтогаз выиграл стокгольмский арбитраж. И мало того, что получает компенсацию, так еще и возможность покупать газ в России по выгодной цене. А вот уже в четверг тональность новостей меняется. Газпром отказался поставлять газ, на который рассчитывали в Украине. Сегодня выяснилось, что рассчитывали на российский газ нафтогазе так серьезно, что без чрезвычайных мер в энергетике ближайшую неделю нам не пройти. Минобразование уже рекомендовало всем учебным заведениям в Украине закрыться до 12 марта. Экономия. Похожие меры ждут и промышленность. Ну а нафтогаз в своем духе призвал украинцев буквально прикрутить вентиль. То есть снизить температуру в домах и офисах на один градус. Мол, надо продержаться всего несколько дней, пока холода не отступят. И решил срочно, в режиме сегодня на сегодня, договариваться о дополнительных закупках газа в Польше. Что это означает на самом деле? Интерпретировать можно только так. В нафтогазе были уверены, что, во-первых, весна в Украине начнется строго по графику, 1 марта. Ну а во-вторых, что Газпром спасет украинских менеджеров от незапланированных холодов. Ну что ж, тут остается только пожать плечами на это. Разруливать ситуацию вынуждено на самом высоком уровне. Премьер-министр Владимир Гройсман обещает нормализацию уже ко вторнику. И, к слову, подчеркивает, что нафтогаз должен был предвидеть такое развитие событий. Сегодня я был разговор с веце-президентом Европейской комиссии с вопросом энергетики. Мы координаровали действия наших европейских партнеров. Первое, я хочу сказать, что ситуация абсолютно контрольована. И никаких негативных явлений не будет. Хотя нам нужно было ввести ранее запланованный план, который предпочитает, соответственно, экономию споживания для того, чтобы сбалансировать систему. Эта проблема выникла именно из-за того, что Газпром не выполняет решение стокольского арбитража, которое он должен выполнять с 1 марта. И поставить соответствующие обсяги газа в Украину. Это с одного боку. С другой стороны, я думаю, что НАК «Нафтогаз Украины» мог бы предвидеть, с кем они имеют справу. И сделать определенную перестраховку для того, чтобы ситуация не была такой, как она есть сегодня. И поэтому сегодня все технические специалисты работают. План, который был сформован на такие случаи, вступил в действие. Он вступил на 5 дней. Ну а Газпром вообще пообещал разорвать контракт с Украиной. Сразу под вопросом и транзит газа через нашу страну. По крайней мере, в Укртрансгазе заявили, что давление на входе в газотранспортную систему Украины критически низкое. Это еще больше осложняет ситуацию в стране и ставит под угрозу надежность поставок в Европу. Срочное совещание в ситуативном центре провел сегодня президент Украины. Состоялось и заседание энергетического штаба. Петр Порошенко поблагодарил членов правительства за оперативную реакцию и заявил, что кризисный период Украина пройдет достойно. Контрактами не предбачено право их расторгнение в одностороннему порядку. И подобные заявки Газпрома могут объясниваться только не желанием выполнять свои контрактные обязанности. И я уверен в том, что если это случится, то НАК «Нафтогаз» безусловно вернется в арбитраж за дополнительную компенсацию ущерба, которая сейчас выполняется безответственными действиями Газпрома. Виконание решения стокгольмского арбитража по компенсации взбитков НАК «Нафтогаз» Украины в размере 4,6 миллиарда долларов. Все эти до последней копейки Украине будет заплачено.